Привет! На этом видеоуроке я расскажу, как сделать дисплейный таймер. Итак, для начала создайте текстурку из Node-Draw, такой Brush. Потом при нажатии Ctrl-T превратите ее в Yenf Brush. Дайте ей название и в Start Dissemble поставьте Yes, Apply. Давай. Далее. Раскопируйте у нас. У нас будет здесь, можно сказать, 6 частей. Так, копируем. Раз, два, три, четыре. Значит, вот 6 у нас. Итак, готово. Теперь зайдем в каждую. Это у нас, значит, первичное будет. Сюда заходим, пишем, что это у нас 1, Apply FTLT. Здесь у нас 2, Apply FTLT. Здесь 3, Apply FTLT. Здесь 4, Apply FTLT. Здесь 5, так, где это? Вот 5, Apply FTLT. Далее. Поскольку мы копируем, заходим в каждую и называем ее... Вот это у нас Numb1, Apply. Это у нас Numb2, Apply. Это Numb3, Apply. Это Numb4, Apply. Это у нас Numb5, Apply. И в Numb5, поскольку она у нас будет стандартно, у нас будет 6 клашей, а когда у нас 0, будет кнопка блокироваться. Итак, у нас, значит, вернее, у нас будет 5 клашей. Так, у нас, значит, стоит стартовое значение 5, что в нем еще осталось 5. Значит, ставим Start Dissemble, No. Итак, у нас она будет сразу стоять, она не будет у нас появляться. Итак, далее. Переносим это все в одну точку, в центр. Желательно, чтобы лучше смотрелось. Так, четверку. Потом третью. Потом вот эту. 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 И вот эту. Итак, и все это перенесите желательно ровненько, чтобы хорошо получилось, смотрелось. Так, вот эти убираем. И немного перенесем. Так. На центр самый. У нас, поскольку это не в центре сейчас. Так. Так, теперь у нас это в центре. Так, готово. Теперь создаем MatchContour. Итак, и копируем его 5 раз. Так, у нас 1, 2, значит, так, у нас 3, 4, 5 раз. Так, значит, это у нас M5. Значит, MaximumValue 1, Apply. Это у нас. У нас здесь MaximumValue 2. Name. Значит, M3. Так, извините, это M4 будет тогда. M4, Apply. M3. Значит, M2. Apply. Здесь ставим MaximumValue 3. Apply. Здесь у нас 4. Apply. Name. M1. Apply, потому что это у нас M2. И здесь у нас M0. Здесь ставим 5. Apply. Далее, заходим в кнопку Outputs, Add, Unpressed, M0. Ставим a name, вернее, add. И ставим значение, количество 1. Далее, чтобы облегчить задачу, копируем. И раз, два, три, четыре. Итак, у нас 5 этих. Значит, M0, 1. Потом ставим здесь M2. Потом M3. Вернее, ну, поставим здесь M1. M1, значит, M3, M4. Apply. Так, с этим готово. Это у нас отсылается количество. Вот вы эти. Так, в первом, значит, ставим Add. Add, OnHitMax, значит, ставим Numb5 Enable, вернее, Dissemble. Apply, add. OnHitMax, Numb4 Enable. Apply. Идем в следующий. Add. OnHitMax, значит, Numb... Какой у нас? Numb4 Enable. Вернее, Dissemble. Add. OnHitMax. Значит, Numb3 Enable. Apply. Следующий. Заходим во второй. Add. OnHitMax. Значит, Numb3 Dissemble. Извините, Dissemble. Add. OnHitMax. Значит, Numb2 Enable. Apply. Следующий. Первый. Add. OnHitMax. OnHitMax. Numb2 Dissemble. Add. OnHitMax. Numb0. Вернее, Numb1 Enable. Apply. Следующий. Идем. в нулевую. Add. OnHitMax. OnHitMax. Ставим. Numb1 Dissemble. Add. OnHitMax. Numb0. Numb. Numb0. Numb1. 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 Еще раз. Add. OnHitMax. Ставим. в бутон 5 по прошлому уроку, вы наверное помните эта кнопка, вот эта у нас она будет блокировать ставим, lock apply, и так теперь заходим, смотрим здесь у нас максимум 5 здесь 4, здесь 3, здесь 2, 1 они будут поступать, как бы при нажатии сюда поступать, потом здесь как говорится, переливаться, через край пойдется сюда значит следующий так далее будет нажиматься и так у нас все готово, посмотрим что у нас получилось и так, вот что у нас получилось мой левел и вот у нас как видите сразу 5 стоит, нажимаем 4, 3 2, 1 как бы уберу для подлинности 0, и как видите еще раз нажимаю и больше оружия не появляется так, все работает, ну что ж good luck